Поликлиника в Пойковском готова на 41%. Открытие нового медучреждения ждут все жители Нефтьюганского района. Здесь разместятся детская и взрослая стоматология, женская консультация, дневной стационар на 35 коек, лечебный, массажный и физиотерапевтический кабинеты. В смену будут обслуживать до 500 человек. Стоит отметить, что поликлиника в Пойковском – часть федерального проекта модернизации первичного звена здравоохранения, который стартовал в 2022 году. Сейчас ведутся работы как снаружи, так и внутри здания. На стройке трудятся более 70 специалистов. Инженеры, монолитчики, монтажники, кровельщики и отделочники. Возведение монолитного каркаса завершено на 70%. Идет устройство кровли, монтаж витражных конструкций, подготовка наружных колец под облицовку, а также установка окон. По словам специалистов, работы по строительству поликлиники идут ударными темпами и с опережением графика. Срок сдачи объекта – декабрь 2025 года. Мы параллельно, то есть мы делаем как? В этой части еще льем монолит, а здесь у нас уже идет внутренний отдел. Здесь у нас уже отопление раскидано по этим корпусам. Вентиляция уже, вода, канализация. Вот в этих построенных корпусах все это раскидываем. В Югре протестировали возможности беспилотников для нужд медицины. Дрон доставил лекарства из Хантамансийска в деревню Нялина. Об успешном испытании сообщил в своем телеграм-канале директор окружного Депздрава Алексей Добровольский. Использование беспилотников для экстренной доставки актуально для труднодоступных и отдаленных территорий Югры. К примеру, деревня Нялина находится в 65 километрах от Хантамансийска. По зимнику дорога занимает полтора часа на автомобиле. Летом по воде на теплоходе два с половиной часа. Период распутится и 50 минут на вертолете. Беспилотник справился с доставкой за 40 минут. Добавлю, тестовые полеты будут проводиться до 21 июня в рамках совершенствования службы медицины катастроф Минздрава России. Также отрабатываются задачи по поиску людей, оценки состояния пострадавших и возможность проведения трансляции с места предполагаемой ЧАЭС. В перечне дорожной карты администрации советского района на начало текущего года числилось 89 объектов, захламленных твёрдыми бытовыми отходами. Из них на сегодняшний день уже ликвидировано шесть несанкционированных свалок. Убрали в основном свалки в Пионерском, в городском поселении Пионерском. Занималась эта администрация городского поселения Пионерский. Одна свалка убрана на территории лесного фонда путём проведения субботника природнодзором Югры. 30 июня должна быть подготовлена проектно-сметная документация. Таким образом у нас завершится первый этап исполнения муниципальных контрактов. В этом году планы по очистке района от мусора у специалистов администрации грандиозные. В районном центре ликвидируют свалки по улице Троссовиков 8, Промышленной и за домом 33 по улице Советская. В первую очередь в порядок приведут те территории, которые имеют признаки, относящиеся к объектам негативного воздействия на окружающую среду. Всего сейчас в работе у нас в разработке 6 объектов, имеющих признаки накопленного вреда окружающей среде. Есть подрядные организации. По четырем уже проведены проектно-изыскательские работы. По двум проектно-изыскательские работы запланированы на эту неделю. Имеют признаки накопленного вреда. Это два объекта, две огромные несанкционированные свалки в Таёжном. Одна площадью 40,6 гектар, вторая 8,8 гектар. Это три объекта в городском поселении Коммунистический. 14,3 гектара, 10,4 гектара и 1,6 гектаров. Это свалка в Зеленоборске площадью 2,4 га. В феврале текущего года администрация Советского района и природнодзор Югры заключили соглашение, в рамках которого и будут производиться выплаты на разработку проектов по ликвидации свалок. Отметим, что складирование мусора в не специально отведённых для этого местах, образующих несанкционированные свалки, является административным нарушением. В прошлом году около 10 жителей за такой проступок были наказаны штрафом. На очередном субботнике жители Ваты навели шорох, а именно так звучит прошлогодняя листва. Задача на сегодня – собрать её всю. Вместе с теми, кто вышел на субботник, и два Ильи Кривцов и Прахов. Они не только тёзки, но и соседи. Оба живут в доме номер 6 по улице Новая, вблизи которого сейчас и проходят работы. Как только узнали, что жители планируют навести здесь порядок, сразу решили принять участие. Мы здесь проживаем. Да и как-то жить в чистоте, проживать всегда хорошо. Поэтому участвуем в этом сегодняшнем субботнике. Нужно, чтобы в деревне было чисто. Нужно приятнее жить в чистоте. Нужно помогать администрации и всем жителям деревни. Быть примером для молодёжи. Пример подают и сотрудники администрации. Они всегда принимают в субботниках самое активное участие. Здесь и члены добровольной пожарной дружины. Для них уборка сухой листвы не только на ведение порядка, но и проведение противопожарных мероприятий. Неподалёку, около здания школы, где расположен и музей имени Тамары Великородовой, трудятся работники культуры. Субботник в Ате массовый, в стороне не остаётся никто. Только начало сезона, начало работ таких по благоустройству. Мы этот период ждём. Люди с удовольствием идут на субботники. И они у нас проходят с постоянством завидным. У нас почти каждую пятницу субботники. Так-то обычно мы участвуем во всероссийских субботниках, в районных субботниках. Каким-то памятным датам. Это объединяет нас всех. И что территория вокруг домов должна быть чистой, уютной, красивой. И противопожарная безопасность. Всю собранную листву складывают в мешки. Забегая вперёд, отметим, их собралось порядка десятка. Все плотно набиты прошлогодней сухой листвой. Её, к слову, не будут утилизировать, а используют на благо деревни. У нас есть определённое место. Мы складируем. Оно прогнивает год-полтора. И мы используем её как удобрение. Поэтому у нас в деревне и чисто, и красиво, и самые лучшие у нас цветы. Цветы будут высаживать на общественных территориях и зонах отдыха. Сотни саженцев уже готовы. Часть из них высадят на клумбы у здания администрации деревни Вата. Землю здесь уже подготовили. Работы проходят и вблизи протоки Ватинская-Старица. Только здесь работают не граблями, а тяжёлой техникой. Трактор распределяет тонны песка. Особое внимание уделяя участкам, которые были подмыты ранее. Это делается с целью предотвратить возможный паводок. Всего 10 машин песка и берег становятся выше буквально на глазах. Стоит отметить, что работам по берегоукреплению в деревне уделяется большое внимание. Благодаря чему, несмотря на подъём воды, сегодня дома жителей в безопасности. Алена Новик, Эдуард Шарапов. Телевидение Нижневартовского района. Вата. Специально для Югра-24. Дорога между Югорском и Советским станет безопаснее. На трассе начали устройство освещения. К строительно-монтажным работам приступили ещё в начале мая. Сейчас опоры освещения устанавливают в районе кольцевой развязки со стороны Югорска. Здесь появится около сотни электрических столбов. Всего на трассе протяжённостью более 8 километров установят 348 опор и 609 светодиодных светильников. Освещение обустроят не только по краям, но и в центре автодороги Югорс-Советский. По обе стороны проезжей части. Напомню, контракт на устройство недостающего освещения был заключён в октябре прошлого года. На выполнение работ выделено 167 миллионов рублей, из которых 65 миллионов из федерального бюджета и 102 миллиона из бюджета автономного округа. Полностью завершить установку планируют в начале августа. Красивый парк у воды – место притяжения горожан. Здесь можно подышать воздухом, позагорать, устроить пикник и сделать красивые фото на память. Но купаться строго запрещено. Об этом и напомнили детям и взрослым, которые отдыхают на берегу. Проводим профилактические рейды в местах традиционного отдыха у нас у воды. Профилактические рейды у нас проходят, раздаём мы памятки по мерам безопасности, как вести себя на воде. Печальная статистика начинает пополняться именно с установлением жаркой погоды. И причина смертности на воде – купание в нетрезвом виде и плавание там, где это запрещено. Подростковая смертность – тоже не исключение. Летом дети остаются без присмотра и оказываются на берегу водоёмов без ведома родителей. Ни в коем случае нельзя купаться в незнакомых местах. Это чревато для безопасности, для здоровья, для жизни граждан. То есть на неисследуемом дне могут находиться режущие предметы. Также нельзя нырять с каких-либо объектов в незнакомом месте, чтобы не удариться о твёрдые предметы. Согласно 102 окружному закону, закупание в запрещенных местах установлен административный штраф. Для граждан санкция составляет до 2000 рублей. Но цена несчастного случая, который может повлечь вред здоровью или вовсе грозит летальным исходом, намного выше. Патаманди, внимание, газы, закрываем глаза, рот. Снимаем головной убор, по сумкам перед собой достаем, одеваем. Внимание, газы. Газы закрыли. Глаза закрыты. Выдох, руку подняли. Вижу, вижу. В первый день военно-патриотической смены сразу начался с азов всех видов подготовки. Одни ребята учились пользоваться средствами индивидуальной защиты, другие начали осваивать приёмы рукопашного боя, третьи – собирать и разбирать учебное оружие, четвёртые – проверяли свою физическую силу и выносливость. Ай, тут больно. Лагерь «Юнармеец» на базе 14-й школы открывается не первый год. Цель – создать условия для воспитания патриотизма и активной гражданской позиции подрастающего поколения. Благодаря специальной программе за несколько дней педагоги не только обучают и проверяют у ребят основы огневой, строевой, тактической и физической подготовки, но также развивают у детей и подростков ряд волевых и личностных качеств и знакомят школьников с профессиями, связанными с защитой человека в мирное и военное время. Также будут проводить занятия ознакомления с беспилотными летательными аппаратами и будем обучать детей пилотирным на симуляторах. То есть у нас на базе ДОСАФа от общественной территории десанта были организованы курсы по подготовке операторов БПЛА. И вот с начала мая там уже где-то порядка 8 человек проходит обучение. И дети с лагеря будут приходить, обучаться на симуляторах летать. Программа не очень сложная, но в конце, если успеем, будем проводить соревнования также на симуляторах. Популярность военно-патриотической смены среди детей и подростков большая. В этом году охват несовершеннолетних – 175 человек. Основные участники – ученики кадетских классов и юно-армейских отрядов, которые и так проходят подготовку на протяжении всего учебного года, но все равно пошли в профильный лагерь. В лагерь я пошла, чтобы стать спортивнее и сильнее. Оно дает развитие в будущем, что ты можешь поступить куда угодно почти благодаря этому. Еще это дает преимущество в спорте, потому что у нас много физических нагрузок. Я пошла в лагерь, в кадетский класс, потому что я хочу себя сама защищать, а не чтобы меня кто-то защищал. В кадетский класс я пошел с пятого класса, потому что мне не хватало физической подготовки и я очень хотел стать десантом. А в лагерь я пошел, потому что тут очень классно, тут веселые ребята, классные этапы. И 20 дней заниматься физической подготовкой тоже полезно. А еще занятия придают ребятам уверенности. Как отмечают педагоги, когда человек становится сильным, он верит в себя и свои силы. А это как минимум поможет им не бояться ответственности при проведении различных мероприятий. Но самое главное, здесь прививают любовь к родине и активную гражданскую позицию. Испечь национальный хлеб или смастерить традиционную лодку могут туристы в Нефтьюганском районе. На стойбище Юрта Петрова разработали маршрут для любителей колоритных путешествий. Гостей не только погружают в тонкости быта народа ханты, но и непременно угощают. Уникальные национальные блюда и, конечно же, хлеб из традиционной печи. Ну а желающим добыть пищу своими руками предлагают рыбалку и сбор ягод. Сейчас на стойбище идет активное строительство. Помимо хозяйственных построек, в планах возвести домики для комфортного проживания туристов. Посетить уникальное место на карте Нефтьюганского района можно уже сейчас. Мы решили, что это, возможно, будет кому-то интересно. Просто у нас немножко мы решили, что будет другой формат. Это как не музей, а именно показывает нашу жизнь, быт. То есть как и есть это на самом деле. Привычная техника шитья и, кажется, самые классические стежки для обметки. Вот только материал далеко не обычный. Сегодня педагоги «Спектра» под руководством мастерицы Сайры Атаманюк учатся работать с рыбьей кожей, щуки и горбуши, если быть точнее. Рыбья кожа, она очень прочная. Она прочнее, чем животных. Прочнее. И влагу не пропускает. Но лучше, чтобы она не контактировала с водой. Она из-за этого жестче становится. С нее вот шьют обувь такая. Вот она очень легкая. И для ног очень удобная ходить в них. Сумочки. Ну и раньше в старину одежду какую-то шили. Но чтобы одежду шить, надо ее очень хорошо обрабатывать. Это процесс очень длительный такой. Трудоемкий. Сам по шефу трудоемкий. Процесс обработки длительный очень. Процесс, с одной стороны, не отличается от привычного шитья. Сначала были сделаны выкройки, потом начали сшивать элементы. Но вот работать самым, что ни на есть, природным материалом оказалось непросто, говорит Ксения Костарева. Девушка, к слову, единственная школьница за этим столом. Она уже 8 лет увлекается шитьем и с радостью отправилась на аутентичный мастер-класс вместе с педагогами. Очень интересную работу сегодня делаю. Первый раз работаю с такими материалами. Очень, на самом деле, трудно, потому что плотная кожа рыбы. И можно даже накачать себе руки, пальцы и прикладывать много усилий, чтобы сделать хорошие швы. Комбинировать щучью кожу с сукном и ровдугой, использовать бисер, который уже прочно вошел в творчество народов Ханты и Манси. Мастерицы хоть и делают одно изделие – сумочки, но каждая работа получается поистине авторской. Кто-то выбирает яркие цвета, кто-то делает акцент на дизайне. Нурья Мирасова уверена, что изучение новых материалов и культуры коренных народов Севера поможет педагогам прокачать свои способности, научиться самим и научить своих воспитанников. Именно это – образование и передача полученных знаний – главная цель ее проекта – это фестиваль «Народное наследие». Он, к слову, получил грант губернатора Югры. Позади – первая поездка в Арьоган, где мастера также прикоснулись к самобытной культуре. Впереди – следующие этапы фестиваля. Впереди нас ждет, это уже будет в сентябре, конкурс районный «Любезная родимый край», как раз направленный на изучение, сохранение, популяризацию местных традиций, местного творчества. И мы попробуем с нашими детьми изготавливать вот такие вот, то, чему мы научились, попробуем передать эти знания нашим детям. Настолько, насколько это будет возможным. Конечно, технология, так как я сама занимаюсь дизайном одежды в этом направлении, в рукоделии, то технологии, конечно, мне известно, понятно, то есть сложности не вызывает. Но сама вот работа с таким необычным материалом, да, она очень интересна. Интересным оказался и мастер-класс по созданию берестяной посуды. Куженьки, как называют их мастерицы, делают из бересты. А вместо ниток используют корень кедра. Его нужно предварительно вымочить, чтобы он стал податливым и гибким. Стоит отметить, что берестяные изделия издревле создают и используют представители разных народностей. Наши, как башкирский народ, в таких вот туисках, куженках, они хранили молоко. Молоко здесь низкий сайт, именно в берестяных таких изделиях. Поэтому берестяные изделия, они во всех народностях были и есть, как говорится. Поэтому это так близко нам. И меня она как-то напоминает технику оригами. Здесь когда делали, вот сейчас вот, у меня вот ощущение, что это как бы конфетница, но с другой стороны можно и какую-то мелочевку положить на столе, будут игольницы где-то лежать, где-то ножницы там и так далее. Творчество безгранично. Сделать можно все, что угодно, абсолютно из разных и порой, казалось бы, совсем непривычных материалов. В этом мастера из Лучинска убедились в очередной раз. Теперь, уверены педагоги на своих занятиях, они будут использовать полученные знания и познакомят ребят с культурой народов, которые так бережно хранят и передают основы своего самобытного и поистине уникального творчества. Алена Новик, Эдуард Шарапов, телевидение Нижневартовского района. Аган. Специально для Югра-24. Лена, Валя, Лиза, Галя, Алина, Коля, Максим, Виктор и Алексей. Это всего лишь часть семьи Шумковых, которая в данный момент находится вместе. Ещё есть Артём, Иоанн, Дмитрий, Ольга и ещё один Николай. Итого 14 человек, из которых родных только двое. Было им скучно. Ване было 17. Так, Артём. Первые приёмные дети у Татьяны и Владислава Шумковых появились 8 лет назад. Сразу трое. Как вспоминают в семье священнослужителя, к этому решению шли не один год. Не хотели стать для тех, кого возьмут чужими людьми. Надо, чтобы тёплые чувства возникли сразу и навсегда. Уже здесь мы решили окончательно, что всё-таки мы возьмём деток. Пришли в нашу опеку. Спросили, что для этого нужно. Нам сказали отучиться. Мы отучились. Снова к ним пришли. Но деток здесь не оказалось. Нам никого не предложили. Мы сами нашли себе деток. И поехали в Сырдловскую область, в Камышловский район. Помнишь? Конечно. И взяли Лену и Олю. Они посмотрели как-то на нас. Говорят, всё, пойдём. И сели к нам в машину. И вот как будто бы вот эти дети наши, они всегда были с нами. Лена от четырёх семей до нас отказалась. А к нам вот поехала. Следом за девчонками Шумковой взяли Диму, который стал уже семьянином и сейчас находится в зоне СВО. Ну а дальше больше. Последний, в 2022 году, в семье появилась Валя. Поначалу я просто испугалась, потому что это совсем другое. То есть я не могла принять то, что я буду жить с чужими мне людьми. То есть это для меня совсем новое. Потом со временем я привыкла и поняла, что не надо мне ничего такого бояться. Бояться, то есть привыкла очень уже как бы и не хочется никуда отсюда уезжать. Спасибо, тоже хочется сказать то, что всё-таки не отдали меня и не это. Монастырь не издали, ладно. У каждого ребёнка была своя тяжёлая судьба и свой характер. Одни совсем не доставляли проблем. С другими нужно было работать, обучая элементарным навыкам поведения в семье, школе и обществе. Алина у нас не обучаемая была. У неё такое заключение стояло. Восемь лет ей было, она ни буквы не знала, ни цифры не знала, вообще ничего. А сейчас она молодец. Ализа у нас из Томска. Девочка очень слабенькая была, когда мы её забрали. Очень слабенькая. Много болезней у неё. Ну ничего, сейчас она выровняла. А сейчас она выросла. Вон какая большая стала. Всей дружной семьёй они живут уже несколько лет. Дети с Урала, с Байкала, Дальнего Востока и Югры всегда поддерживают друг друга и искренне радуются успехам других. Девиз, как в приключенческом фильме «Один за всех и все за одного». По биологии оценки пришлось. Витя сдал. То, что они попали к супругам Шумковым, приёмные дети не пожалели ни разу. Ведь всех объединяет именно семья, с которой не хочется расставаться, даже когда ты уже стал совсем взрослым. Когда я ещё с родителями жила, вот я даже с подружками вспоминала сидеть на кухне, чай пить и разговаривать абсолютно обо всём. И вот такие времена хорошие. Прям скучаю по ним. А кто тебе не даёт сидеть с нами и чай пить на кухне? Так я ж хантай. Сегодня в Нягоне проживает 121 замещающая семья, в которых воспитывается 191 ребёнок. 13 детей нашли приёмных родителей или опекунов в этом году. Все они получают меры социальной поддержки от государства. И нужно отметить, что возвратов детей из замещающих семей на территории города нет. Зависит от формы устройства ребёнка в семью. Это такие выплаты, как вознаграждение приёмному родителю, выплаты на содержание ребёнка, на проезд в городском транспорте. Также ребёнку из замещающей семьи предоставляется санторно-курортное лечение ежегодно. Либо могут выбрать по своему усмотрению самостоятельное оздоровление и получение компенсации. Кроме того, детям-сиротам предоставляется благоустроенное жильё. В семье Шумковых собственные квартиры уже имеют Лена и Оля. Коле 18 в мае исполнилось. Он от нас скоро уже уйдёт, да? Квартиру дадут. Прямо уйдёшь от нас? Нет. А, ну вот. Три года назад супруги Шумковы смогли купить дом, чтобы всем членам семьи было просторно. Ведь на этом они останавливаться не собираются. На жилой площади, как и в сердце, ещё есть места для тех, кому нужен домашний уют и тепло. Прививая им моральные и духовные ценности, Татьяна и Владислав верят, что все приёмные дети вырастут хорошими людьми, которые на их примере смогут создать благополучную и крепкую семью.